Всем привет! Меня зовут Маша и я рада вас приветствовать на своем канале о вещах и секонд-хенда. Первое, что вам хочу сегодня показать, это пальто от бренда Florence & Fred в 12 размере, с принтом под окрас земли, симпатичное, мне понравилось, необычно смотрится, оно новое, есть бирка в составе полиэстр и вискоза. В отделе эксклюзива стоило 750 гривен. И хочу вас попросить подписаться на меня, этим вы поможете моему каналу в развитии. Мужское пальто от бренда Topman цвета Camel в размере S, в отличном состоянии, очень понравилось, как оно на мне сидит, несмотря на то, что мужское. Состав смеса выше 62% шерсти, 32% полиэстера, также вискоза, полиэмид и акрил. Стоило в весовом отделе 300 гривен. Мужская кожаная курточка, бирки с брендом нет, но вещь отличная. Видно, что кожа очень качественная и она в хорошем состоянии. Стоило в отделе люкс 650 гривен. Курточка-рубашка от бренда Cottonworks в размере 2XL в сине-белых оттенках. Сама вещь мне понравилась, но ее качество не очень хорошее. Внутри искусственная овчина в составе 100% полиэстер. Стоила она 240 гривен. Спортивная кофта-курточка от популярного бренда North Face в размере S, темно-серого меланжевого цвета, в хорошем состоянии. Дефектов я не увидела. В составе 100% полиэстер. В отделе люкс стоила 280 гривен. Ветровка от американского бренда Farah в размере M, спокойного бело-голубого цвета, похоже, что новая, в составе полиэстер и хлопок. Стоила 210 гривен. Джинсовая курточка-косуха от американского бренда премиум класса Tommy Hilfiger в размере M, темно-синего цвета, немного укорочена, хорошего качества и в отличном состоянии. В составе хлопок и 2% эластана. Стоила 260 гривен. Рубашка от масс-маркет бренда Primark в 14 размере с большим карманом на груди. Интересной расцветки. Состав, конечно, не натуральный полиэст и акрил, но вещь не понравилась. Стоила она 190 гривен. Интересная находка. Пиджак, гусиную лапку от французского дома моды класса люкс Pierre Balmain. С 2005 года название было сокращено просто Double Main и цены на подобные пиджаки очень небюджетные. Видно, что вещь очень качественная. Он из кашемира, очень приятный на ощупь. К сожалению, есть дефекты. Стоил он 140 гривен. Мужской кардиган от бренда Woolovers в размере M с двумя карманами, приятного насыщенного цвета. Он в неплохом состоянии, есть немного катышев. В составе 80% шерсти мериноса и 20% кашемира. Стоил 110 гривен. Женский свитер в размере S от бренда Poetra, если верно произношу. Насыщенного голубого цвета. Фасон, конечно, нестандартный, я не поняла его. Но цвет очень красивый. Состав, который я впервые встречаю в секонд-хенде, это 100% Baby Alpaca. Стоил он 80 гривен. Джемпер от бренда Mark Spencer в размере M, из шерсти, темно-серого цвета, хорошего качества, новенький присутствует бирка. Но, к сожалению, есть небольшая дырочка на горловине. Стоил он 100 гривен. Худи от бренда Levi's в размере M, светло-серого цвета, с белым лого на груди. В хорошем состоянии, в составе 100% хлопок. Стоило 160 гривен. Женская яркая рубашка от Mark Spencer в 14 размере с разноцветными цветами, но за счет темно-синего цвета они не так активно смотрятся. Она новенькая в составе 100% лен стоила 90 гривен. Платье от бренда Oasis в 6 размере, в леопердовый принт. На бежевом фоне мне понравилось, как он смотрится. Тоненькая, летящая, в составе 100% вискоза. Стоило в отделе люк 160 гривен. Платье от бренда Charter Club в 12 размере, прямого кроя, с коротким рукавом. Понравился мне его приглушенный оливковый цвет. В составе 100% шоу подкладка из ацетата. Стоило 75 гривен. Брюки от бренда Top Shop в 10 размере, с завышенной посадкой, в бело-желтую полосочку, с тоненькой контрастной темно-серой полосой. В составе вискоза, лен и хлопок. Стоили в отделе люкс они 210 гривен. Черные кроссовки Nike, модель Huarachi. Это размер 38,5. Они в хорошем состоянии, но меня смутила цена. В отделе эксклюзива они стоили 1000 гривен. Кроссовки от популярного бренда Guess, белого цвета, с мелкими лого по всей поверхности. Я думаю, что они, скорее всего, не кожаные. Состояние неплохое. Стоили 340 гривен. Сумка от американской компании, которая производит аксессуары класса люкс-котч на коротком ремешке, необычного серо-синего цвета. Она кожаная, чувствуется, что очень качественная. Но она была в отделе эксклюзив и в день завоза стоила 1500 гривен. Сумочка от бренда Fossil с кожаной короткой ручкой. Также есть длинный ремешок, яркая, необычная расцветка, внутри розовая подкладка. Дефектов я не обнаружила, но почему-то ее не купила. Стоила в день завоза 300 гривен. Необычная женственная сумочка. Скорее всего, она не винтажная, с разнообразным бисером. На одной металлической ручке есть также длинная цепочка. Выглядит неплохо. Стоила она 90 гривен. Ярко-розовая сумочка от бренда Cain Garry с милыми попугайчиками на веточке, с зеленой крышкой. Очень интересно выглядит. К сожалению, не кожаная. Стоила она 190 гривен. Вот такие находки были у меня на этой неделе в магазинах Second Hand. Надеюсь, вам что-нибудь понравилось из того, что я вам показала. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно почитать. И на этой неделе мне кое-что удалось купить. Первое хочу вам показать. Это свитерок от британского бренда Jack Wills в размере L. И в составе здесь шерсть мериноса. Пингвинчик здесь. Понравились мне эти косы. Он темно-синего цвета. Очень пушистый, очень мягенький. Не колючий. В идеальном состоянии, я думаю, новый. Ни катышек, ни дефектов, ни дырочек. Ничего на нем нет. Вот 100% шерсть мериноса. Он очень плотный. Будет тепленький. Следующая моя очень интересная покупка. Это рубашка от немецкого бренда Betty Barclay. Насколько я понимаю, она винтажная по бирке. Подскажите мне, правильно я думаю или нет. Это 100% шелк. Она также в идеальном состоянии. Дефектов, дырочек, ничего нет. Понравился мне этот принт. Здесь все, что только возможно на ней присутствует. Она темно-фиолетового цвета. Возможно, на камеру он более синий. Но она темно-фиолетовая. Очень насыщенная, очень яркая вещь. Следующая моя покупка. Это кошелечек от бренда Mark Spencer, но он кожаный. В составе здесь 100% кожа, подкладка полиэст. Он в отличном состоянии. Немного здесь подкладка какая-то помятая. А так, в хорошем, в отличном состоянии. И сзади. Единственное, здесь есть небольшая, но вот если видно, на краешке стрелки небольшая либо коррозия, либо может быть стерлась. А так, дефектов больше нет. И еще одна моя очень интересная покупка. Это рубашка, туника от бренда Boden. Это британский ритейлер одежды и обуви. Понравилась мне эта вышивка. Чем-то напомнила мне вышиванку. Это размер 14-й. Очень яркая, очень насыщенная. На рукавах также цветы. Это не вышивка, это рисунок. Яркий, насыщенный цвет. Красиво смотрится. На спине также здесь немного есть. В составе здесь 100% лен. Она в отличном состоянии, новенькая, дефектов ничего здесь нет. Вот такие покупки были у меня на этой неделе. Далее покажу вам, как они выглядят постиранными, поглаженными и приведенными в порядок. Также приглашаю вас в мой магазинчик в инстаграм. Ссылка будет в описании. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые покупки и новые находки. Субтитры сделал DimaTorzok